здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию по просьбе моего друга простенький очень простенький из доступных материалов стример который конкретно ловит щурят щук и окуней но просьба была так чтобы это были материалы которые доступны практически дома если у вас нет как у меня вот так вот остатков перьев вы можете взять любую нитку которая у вас есть вот оранжевого красного цвета и изготовить хвостик как в моем варианте мне конечно нет смысла брать что-либо другое я просто возьму оторву сейчас остатки этого пера и его закреплю на хвостике весь триммер будем изготавливать из очень доступных материалов добавляю еще немножечко вот импровизированный хвостик у нас уже готов значит для тела мы будем использовать просто остатки какие какие у вас есть мех если нет никакого меха попробуйте у товарищей у друзей рожиться старую шапку неводную ну по моему всегда в доме найдется хотя бы немножко это ненужного меха нам понадобится совсем небольшая щепоточка белого меха для того чтобы мы могли сделать привлекательный хвостик если нет белого возьмите другим цветом подравниваем его удаляем излишки длину я выбираю значительно больше чем мне допустим необходимо вот у нас вышел вот такой кусочек и я его есть буду крепить здесь закрепили промотали и здесь я беру и добавляю остатки вот у меня есть блестящего люрекса я весь его собираю под по кусочкам разный не имеет значения какой цвет главное чтобы были блестящие элементы и укладываю хвостики две двух ну Продолжение следует... Продолжение следует... Возьмите ёлочное украшение. На первое время для вас этого хватит. Вот мы закрепили всё. Подровняем мех, чтобы нам в дальнейшем не мешал в работе. Вот так. Вот так у нас будет выглядеть хвостик. Вот как видно. И приступим к изготовлению тела. Вот я из вот такого остатка меха лисы, довольно-таки непрезентабельного, сделал вот такую наборочку меха. И теперь я её скручу. Как? Это вы уже знаете. Как подбирать мех? Тоже знаете. Единственное, что в данном случае старайтесь не сильно пышной делать вставку, потому что очень тяжело потом будет хорошо прокрутить нам весь мех, который у нас есть. Вот так. Вот мы изготовили вот такую верёвочку дабинговую с нашим мехом. Теперь я возьму и этот мех слегка вот так вот причешу, придам ему положение хотя бы какое-то одно, чтобы можно было при намотке нам потом весь этот мех удобно укладывать. Вот. Вот у нас вышел вот такой вот лохматенький ёршик. И теперь я беру здесь же и начинаю делать намотку. Стараемся не отпускать нить так, чтобы у нас мех оставался в одном положении. И поправляем на наши остатки меха в одну сторону. До загиба. Вот так вот. Продолжение следует... Вот мы промотали почти до колечка, немножечко нам не хватило, поэтому мы сейчас с вами сдерживаешь по месту, добавим без нашей веревочки. Мех прихватим, отрезали. И теперь я просто беру, вот так отрезаю щепотку меха, подбираю себе, какой мне нужен по цвету, и будем укладывать здесь же. Вот так вот. И промотал здесь же. Беру еще кусочек. Здесь уберем хорошо подшерсток, потому что нам здесь он не нужен. Прикладываю еще кусочек. Примотали, отогнули вторую часть, которая не попала под нитку, промотали спереди. Вот у нас получается вот такая слегка, поверну больше, слегка вот такая, как помпончиком голова. Беру еще меха. Подвернули, промотали. И теперь, здесь я сделаю пару накидных узлов, потому что будем сейчас мы подстригать наш стример. Потом вскроем головку лаком, и нам нет большой необходимости здесь городить хорошие узлы. Отрезали. И теперь остается только лишь взять вот нашей такой бесформенной конструкции, придать какую-то форму. Я буду приблизительно придавать форму рыбке, а вы, как вам будет удобно. Вот я придал нашей мушке стримеру вот такую форму, как у меня вышло. Подвязал еще красненькую бородочку, плавнички спереди, приклеил глазки и головку слегка вскрыл лаком. Вышла вот такая вот приманочка, которая, я так думаю, с успехом будет ловить и щуку, и окуня. Если у вас есть в наличии другие цвета, можно подобрать более симпатичную раскраску, вызывающую. Но и это будет ловить, я вам обещаю. Спасибо за внимание. До скорых встреч.